Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы в Кировском водохранилище 23 августа. Сейчас мы находимся рядом с Кировским водохранилищем. Это Западно-Казахстанская область. Батс, Казахстан, область. Ахжаик, Диген, Аудан. Район Ахжаик. Сейчас вот направляемся в Аул Тоган, который находится на берегу Кировского водохранилища. Находится совсем близко, так что мы решили туда тоже заехать. А про Кировское водохранилище будет отдельное видео на канале. Здесь получается от самого водохранилища до Аула Тоган тоже тянут асфальтированную дорогу новую. А так берег водохранилища вот так местами выглядит. Местами зарос камышами, а местами есть доступ к воде. Берег вроде как каменистый. Так, что-то мне кажется мы куда-то на асфальтированную дорогу выезжаем, однако, слушайте, чтобы добраться до Аула Тоган. Данный аул находится от города Уральск примерно в 75 километрах. Здесь с левой стороны начались дома. Я так понимаю, это уже есть Аул Тоган. Данный аул находится в сельском округе Алгабас. Алгабас аул так округ не жаттадыкен. По старым данным переписи населения, в данном ауле проживает 250 человек. Вот так можно с левой стороны наблюдать аул. Но мы должны сейчас вот по этой дороге уже заехать в сам аул. В этих краях путешествую с семьей, так что на фоне можно будет услышать, как разговаривают дети. Так, здесь, видимо, там дальше перекрыли асфальтированную дорогу. Нужно съехать. Вот такое здесь дорожное перекрытие. И самое главное, за этим тоже начинается асфальт. Непонятно, зачем перекрывали. Так, если смотреть по карте, то мы уже находимся в ауле Тоган. Тоган аул на Кельпкалдык. Сол жагнда и лирвар кюрптурсус. Он жагнда и лирвар. Посмотрел информацию на Википедии. Пишут, что одно из прежних названий Кировский гидроузел. Потом, видимо, переименовали в аул Тоган. Вот такой небольшой населенный пункт. Я, если честно, ничего такого не вижу. Даже не знаю, есть ли в ауле здесь школа. Там дальше, за аулом, есть какое-то небольшое производство. Видимо, там делают что-то для дороги. Ну, я думаю, связано с ремонтом дороги. Так, здесь в дороге увидели какое-то госучреждение. Вон там, с правой стороны. Очень радует, что в данном ауле есть газ. Вижу, как к домам проведены газовые трубы. И они проведены под землей. Здесь вот написано, газ, осторожно, не курить. Есть вот такое госучреждение. Государственная централизованная библиотека. Система поселка Чапаева. Сельская библиотека Туган. Я так понимаю, это филиал библиотеки, которая находится в поселке Чапаева. Вот, получается, центральная улица здесь асфальтированная. А подъезды к домам, ну, обычные. То есть, вот такие. Думали, здесь в ауле сможем найти магазин, но пока что не видим. Да, и спросить даже не знаем у кого бы. Сейчас кого-нибудь встретить бы здесь. Здесь, кстати, вот дальше идет вода. Продолжение асфальтированной дороги. И вот. Айнау Уту, объезд. Мы едем на эту сторону ула теперь. В этой стороне, кажется, тоже есть какое-то госучреждение вон там. Может быть, это школа по остальше Центр-Гар-Науган. Начальные классы. Или же, может быть, что-то вроде амбулаторий. Вот там как раз люди есть. Сейчас спросим. Нам сказали, что в этом здании, вот с правой стороны, находится школа небольшая для начальных классов. Так, мы здесь в ауле узнали, что данную асфальтированную дорогу сделали до Алгаваса. И сейчас здесь тоже идет ремонт, сказали. Пока что перекрыли. Вот, в ауле есть, вон, где-то в той стороне, сказали, есть местный магазинчик. Сейчас туда проедем. Здесь есть еще одно госучреждение. Вот тут вот здание. Местная амбулатория, можно сказать. Медпункт. В ауле здесь ловит сотовая связь, теле-2 и реактив, но очень слабый сигнал. Мобильный интернет не ловит. Быть может, местные люди пользуются мобильной сетью Beeline. Продолжение следует... Нам сказали, что по эту сторону, вот в одном из этих домов, находится местный магазин. Получилось купить яблоки, печенье. В целом, хороший магазин. Есть овощи там, разные продают фрукты. Рахмет Сау Боланас. Спасибо и до скорой встречи. Рахмет Сау Боланас. Рахмет Сау Боланас. Рахмет Сау Боланас.